Недавний рестайлинг заменил почти все внешние кузовные детали семейству Audi A4 и S4. А вот модернизация самой мощной модели RS4 прошла по другому сценарию. Ведь кузов у RS и так собственный, расширенный на 60 мм. С арками стыкуются другие двери и переделывать все это не стали. Зато обновленный универсал надел новую переднюю маску. Изменился бампер, решетка радиатора и фары. Полный набор изменений воплотили в интерьере. Перерисована графика приборов. Установлена последняя версия мультимедийного интерфейса с экраном диагональю 10 с четвертью дюйма. Технических новостей нет. Битурбомотор V6 работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Полный привод с межосевым дифференциалом по умолчанию дает назад 60% тяги. Но в других условиях может отправить вперед до 70%, а назад до 85%. Пружинная подвеска понижена на 7 мм относительно обычного универсала А4 со спортпакетом. За доплату предлагают адаптивные амортизаторы и рулевое управление и активный задний дифференциал. Европейские продажи уже начались, а до России новинка доберется позже. Компания Kia пересмотрела комплектации седана Церата. Все машины, кроме базовой версии комфорт, получили медиасистему Яндекс.Авто с онлайн-сервисами вроде навигатора и Алисы. Помимо этого, в промежуточную версию люкс добавлена камера заднего вида. Отсюда и подорожание на 30 тысяч рублей. Топовый престиж прибавил 20 тысяч за счет бесключевого доступа и электропривода зеркал. Наконец, на смену версиям премиум пришли комплектации GT Line с черной глянцевой отделкой решетки и зеркал заднего вида.